Друзья, хочу вам рассказать, как выглядит в принципе стандартная прачечная. Вот мы в неё входим. Обычно здесь всегда присутствует комната для чистого белья. Видите? Вот, точнее, это в данном случае комната для грязного белья. Сюда всё складывают, она у нас первая, которая идёт. Потом мы видим, смотрите, что у нас здесь идёт прачечная, написано грязное бельё. Что у нас после этого? В основном идут уже сами стиральные и сушильные машины. Вот, отдельная большая комната, поскольку не выделяют много тепла. Видите, здесь поставили даже у нас вот кондиционер. Что у нас ещё есть? Система диспенсеров, которые подают химию в стиральные машины. Смотрите. Вот наша химия, вот она. Здесь у нас разное количество растворов, ополаскивателей. Самой химии, которая моет. Они все подсоединяются вот к дозаторам. И те уже подают, сейчас я постараюсь, чтобы было видно. Вот это всё в стиральные машинки. Видите, вот они. Вот она у нас подаётся. Вот эта вся химия подаётся в стиральные машинки. Сзади. Вот они. И вон там тоже система дозаторов. Если у нас есть сушка, у нас есть обязательно сушки. Если это промышленная сушка, вот она здоровая система от сброса остатков влаги в систему вентиляции. Вот она. Идёт. Естественно, в самой прачечной, смотрите, помимо кондиционеров, есть ещё вот система вентиляции сверху. Также во всех прачечных должно присутствовать то место, где здесь, например, она очень маленькая, где там бельё замачивается, вымачивается, химия обрабатывается, либо чем-то ещё. Вот у нас, смотрите, гладильная часть. Здесь у нас есть каток гладильный. Вот он. Это у нас в данном случае электролюкс. Есть ещё одна вот сушка. Сейчас я покажу её поближе. Вот она. Здесь ещё, наверное, в случае не видно. Вот она. Тоже, видите, система сброса конденсата в вентиляцию. Извините, руки грязные, потому что только что чинил. У катков, кстати, тоже есть, смотрите, вот система сброса в горячего воздуха, в систему вентиляции. Что у нас здесь ещё есть? У нас вот есть ещё профессиональная гладильная установка, которая, вот если большое количество белья есть, там блузки, рубашки, брюки, вот с системой подачи пара. Вот она, хоть и не новая, но, тем не менее, она здесь есть. Это электролюкс старая. Тоже здесь система отвода тепла, вода под давлением. Вот у нас также, куда вешается уже, в принципе, готовое бельё. И вон там, вот я в ней буду показывать, комната для чистого белья. Вот так вот выглядит стандартная прачечная. Одна из, это один из вариантов. Очень часто, например, они сделаны подряд, то есть не так, как здесь буквой П. Ну и, естественно, у всех прачечных, как вы видите, серьёзный вопрос отводится вентиляции, потому что большой выброс тепла идёт. Потому что работают сушки, стиралки, катки. Жадь мне, конечно, чтобы сушек было всегда две, потому что, не дай бог, одна откажет. Тогда всё останавливается. Стиральных машинок, вот, видите, тоже должна быть не одна. В данном случае их здесь три. Одну из них скоро будут менять. Здесь тоже электролюкс и какая-то ещё одна. Ну, в общем-то, всё, что я хотел вам рассказать. Здесь что-то ещё рассказывать нет смысла. Вы всё увидели. Тем более, я снимаю в разрешении 4К. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете... Точнее, не вопросы, а что-то вы не рассмотрели. Можете поставить стоп-кадр. И качество съёмки здесь очень высокое. Вот я пройдусь по всем машинкам. Ну, там даже я есть. Всё, друзья. Большое спасибо, что смотрели. Я надеюсь, кому-то это было интересно. До новых встреч. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...